А Катя ж не теряясь, говорит, ну я же, ну ты же выступала. Та стоит такая, ну что я сейчас сделала? Вот одна камера стоит, и она сейчас чашка, ну чашка чая была, и она такая, типа, я сейчас на тебе чашку говорю, переворачивает эту чашку чая, в общем-то, отходит, типа, ну, типа, успокойся, там все такое. Это выхватывает у нее микрофон, швыряет этот микрофон, это просто вообще нечто было. Все, давайте будем брать у вас интервью. Да нет, ну каверзный, я вас недостаточно знаю, чтобы, ну о чем я у вас буду спрашивать? Так давайте на общую такую, какую-то тематику поговорим о вашей жизни. Я сейчас спрошу о хобби каждого. Если его нету, красиво расскажите о том, что его у вас нет, но оно у вас обязательно будет, потому что вы его хотите. Давайте, кто уже готов мне отвечать на вопросы? Нас не во весь рост. Я напоминаю, я рассказывала на прошлом занятии, что прежде чем, первое, что мы делаем, когда берем интервью, то что? Вот, самое важное, чтобы человек представился. Зачем? Узнать личность человека. Чтобы знали, как подписать этого человека, потому что мы иногда можем не знать вообще человека, у которого мы берем интервью. Вот так вот бывает. Поэтому мы же не всех знаем, правильно? Бывает и такое. Я сталкивался с таким, что многие репортеры, многие репортеры, которые пользуются такой улогой. Все просто улога. Вот, типа, поскольку говорят, я вот так-то так. И сразу протяю микрофон и ждут, что... И больно самого летнего возраста. Продействительно так, так, ну... Конечно, это же психологически вот так вот получается. Не, некоторые, конечно, могут отреагировать. И что? Вот так вот. Ну, а потом дальше подавать. Обычно, если человек настроен позитивно, а если к нему подходит, то он сразу понимает, что это с ним, хотя бы поднакомиться. Нужно быть взаимным и ответить тем же, рассказать, как его зовут. Так, сейчас мы... Это все спишется все время? Конечно. Мы тут танцуем уже, он все движет. Хорошо. Ну, это все выряжется, если что, не волнуйтесь. Волнуйтесь. Волнуетесь? Ну, никто уже не волнуется. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Любовь. Любовь, какое прекрасное у вас имя. Расскажите, чем вы увлекаетесь, хобби? Танцы, музыка и люблю писать стихи. Какие у вас стихи, о чем они? Конечно же, о любви. И как вам приходит вдохновение к написанию стихов? Это из жизни, пережитая мною. И, конечно же, это когда ты сидишь, вспоминаешь, что было с тобой, и ты пишешь стихи о своей прожитой жизни и что будет дальше. А вы не думали о том, чтобы выпустить какой-то сборник своих стихов? Думала, но это будет немножко позже. О, так поделитесь с нами своими целями, хотя бы на ближайший год. Ближе, наверное, к январю месяцу. Вы собираетесь выдать сборник, правильно? Я могу вам рассказать такой маленький стих, который сочинённый. Это посетил мне молодой человек. Ну, я немножко переделала, могу рассказать. Ну, давайте. Твои глаза темнее ночи, твоя улыбка ярче дня. Твой смех натуре жёсткий очень, о, как же жить мне без тебя. Твой взгляд наполнит красотою, живы цветов после дождя. Всегда твой образ предо мною, я не могу жить без тебя. Пройдут года, и всё, быть может, изменит жизни суета. Но чувства сердца всё тревожит, но не стереть их никогда. Страшно было? Страшно, типа, ладно. Она вообще страшна. Какой ход у меня вообще? Что не делаете? Если ничем не занимаетесь, ничего не делаете, вы так и говорите, что я пока ничем не занимаюсь. Но у меня в планах заняться, я бы очень хотела заниматься тем-то тем-то. Ты сам своё ходе не делала, а ничего не делала, а ничего не делала. Я, конечно, не делала. Так, всё, снимаем. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Слава. А теперь сначала, когда я подведу микрофон, тогда и начинаем разговаривать. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Слава. Добрый день. Слава, расскажите, чем вы увлекаетесь по жизни? Ну, я с детства футболом занимаюсь. И, ну, в принципе, увлекаюсь. Это моё хобби. Ну, стало хобби. Раньше было увлечение, а сейчас хобби. Ну, в принципе, одно и то же, конечно. Только хотела спросить, чем отличается увлечение от хобби? Ну, я, как видите, не знаю ответ на этот вопрос, поэтому я сказал, что это одно и то же. А было ли у вас в планах профессионально заниматься футбольной деятельностью, зарабатывать на этом деньги? Да, конечно, было. Ну, это даже не планы были, это мечта всей жизни была. Ну, не получилось. По разным причинам. Не хотелось бы их называть. Очень жаль, нам всем очень интересно, как раз причины, по которым не получилось. Но я думаю, у вас всё равно есть какие-то планы. Давайте расскажем. Давайте. Ну, была травма, серьёзная травма, была колена. Ну, после этого очень тяжело было набрать кондиции, потому что, ну, как бы, ребята занимались. Прогрессировали, а я, как бы, ну, уже остался на месте. И возраст был как раз 16 лет. Это когда уже в возрослую команду переходишь. Я занимался в Академии Гелиуса. Вот. И, ну, так получилось. Понятно. Ну, нам бы ещё хотелось узнать о ваших планах на ближайшее будущее. Ну, в ближайшее будущее я собираюсь стать журналистом, как и вы стали. Вот. Поэтому я, собственно, и здесь. Поэтому, собственно, записываем это интервью. Ну, в общем, вот мои планы. Понятно. Спасибо. Не за что. Девочки, давайте. Времени нету. Рассиживаться, бояться. Бояться будете... Когда люди боятся ещё? Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Даша. Даша, расскажите, как вы понимаете выражение «красота требует жертв»? Ой, ну, я считаю, что это в первую очередь жертвы над собой. Вот как девушки жертвуют. А чем вы жертвуете ради красоты? Я чем? Сейчас можно? Неожиданный вопрос такой. Просто я не знаю, как сформулировать правильно. Ну, я считаю, что в первую очередь это боль. Боль. Вы делаете себе больно, чтобы быть красивой? Ну, женские разные штучки, эпиляции, всё. Вот. Поэтому я считаю, что это как-то к этому относится. А скажите, чем вы увлекаетесь? Я очень люблю читать. Что читаете? Недавно прочитала «Чехова. Три сестры». Ремарка люблю. «Маленький принц». «Экзюпери». Скажите, а вам важно, чтобы ваш избранник тоже любил книги, любил читать, как вы, имел такое же увлечение? Я думаю, да. Очень важно, чтобы человек развивался. Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Давайте. Что у нас там по времени? Мы успеваем? Вы как-то убираете тебя. Ну, они меня боятся. Я к ним, я к ним, они от меня. Я всегда боюсь. Вот так вот использую. И вот так. Да-да-да. Мы же палочка не для ссорки, палочка не для ссорки. Хорошо. Давайте серьёзно. Мы всё-таки люди серьёзные. Мы здесь занимаемся серьёзным делом. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Сейчас ещё раз, когда микрофон подведу, тогда и здороваемся. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Ирина, как вы относитесь к жертвам во имя красоты? Я думаю, в наше время это вполне существенное. Вполне нормально. Что? Любая девушка жертвует этим. Чем девушка жертвует во имя красоты? Временем. Скажите, а вы тратите время во имя красоты на спорт? Да, я занимаюсь утренними пробежками. Хожу в салоны и на фитнес. А чем увлекаетесь вы по жизни? Ну, мне нравится визаж. Занимаюсь этим три года. Пытаюсь в дальнейшем реализоваться в этой сфере. А каким образом вы хотите реализоваться? Открыть свой салон. То есть планы на ближайшее будущее у вас есть? Лет на пять точно? Есть. Спасибо. Пожалуйста. Вот я сейчас бы задала бы еще минимум пять вопросов, чтобы репортаж получился на самом деле. Потому что мне… Да, конечно. Расскажите. Да, мы считаем. Да, вот. Из-за этого почему? Чем меньше у нас ответов, тем больше мы будем задавать вопросов, чтобы у нас получилось какое-то красивое интервью. Не бойся, она не кусает. Здесь мне уже второй час покажутся. Дешево. Мы готовы, да? Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Луиза. А сейчас, пожалуйста, не наклоняйтесь вперед. Стойте ровно красиво. Вас будет хорошо слышно. Еще раз. Как вас зовут? Меня зовут Луиза. Луиза, расскажите, чем вы увлекаетесь? По большей части я смотрю сериалы, фильмы, вот. Люблю стихи, поэзию, читать, вот. То есть вы бездельничаете? Ну, можно и так сказать. И скажите, а как вам, например, помогает в жизни ваше безделье? Ну, мне кажется, мне это помогает. Я думаю, слабо. Да. Так может, вы просто, у вас есть в планах какое-то найти себе увлечение, либо, я не знаю, хобби, которое будет переносить вам не только удовольствие, но и зарплату? Да, я хотела бы выучиться для начала, получить образование, а потом уже устроиться на работу, ну, как бы, журналистом на какой-нибудь хороший канал и, возможно, где-то далеко от Украины. Мне нравятся ваши планы. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Ну, естественно, дальше очередь закончилась уже. Вы знаете, я так на прививке ходила, когда в детстве была, я прихожу, у меня медсестра знакомая, она знала, что если сейчас я стою, то я где-то в конце, и когда я подходила, она брала на шатырь сразу. Вот самое интересное, в общем, шикарное. Ну, я вот это вот, у меня комплекс уже не... Ну, как я стала, я сюда вот... Отлично. Отлично. А знаете, зачем я это делаю? Да. Потому что, когда я стою вот так, рука у меня толстая, а вот так не очень. И у меня. Вообще, тяжело было руки девать, когда... В карман. В карман, в карман. Вот. Это очень удобно, когда у вас одежда с карманами, а когда нет, можно взять ручку, можно взять планшет, держать планшет в руках, то есть куда? Да. Не, верните, пусть оно торчит вот так вот отлично. Да, давайте мы уже будем... Вы меня тоже боитесь? Я вас всегда боюсь. Я всех боюсь. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Карина. Карина, как у вас дела? Ну, чем я ближе к вам, тем лучше. Меня это не может не радовать. Расскажите, пожалуйста, чем вы увлекаетесь? Чем я только не увлекаюсь. У меня такое впечатление, что мое хобби, да, собирать увлечения. И познать, наконец-то, свое хобби. Как ваши успехи? Ну, прогрессирую, конечно. Я уже половину оббегала. Ментальная генетика, флористика, парикмахерское искусство, визаж. Что еще? А, вокал теперь у меня, танцы. Сначала были латиноамериканские, сейчас это сальса и аргентинская танго. Вот теперь я у вас, в курсе тележурналистики. Вокал – это очень интересно. Что за вокал, какие вы разучивали песни? Ну, скажем так, репертуар Белык, Ирины Белык, да. Ну, вообще у нас начальная стадия развития. Сейчас у нас идет постановка дыхания, голоса и снятие вокального зажима. Вот, и основное – это дыхание. Потому что, как выяснилось, 40 лет подряд… Оп, я проговорилась! Ну, мне еще не 40. Вырежьте, да. Я занималась неправильным дыханием, то есть изначально неправильно дышала. А вы знаете о дыхательной гимнастике Стрельниковой? Я не знала о дыхательной гимнастике Стрельниковой, еще до этого не дошли. Но я просто была немного шокирована тем, что женщины вообще, в принципе, дышат грудным отделом. Поэтому не то, что я неправильно дышала, а как для вокалиста дышать надо низом, да, набирать воздух в живот и в диафрагму, и туда, ниже ребер. Вот, поэтому теперь приходится переучиваться. А так как это бессознательный рефлекс дыхания, то это создает определенные сложности в концентрации, в фокусировке внимания на том, что ты должен дышать иначе, для того, чтобы достичь нового дыхания. У вас очень много различных увлечений. И вот интересно, когда вы собираетесь уже определиться… Определиться и остановиться? Да, действительно.